так летает электробус нажмем вот эту кнопочку остановка 2 крестовский переулок вот господа мы приехали норвежский вокзал слава богу не оштрафовали нас на тысячу рублей и 40 рублей в москве проезд стоит это по карте тройка если так покупать билет то по моему 50 или 52 короче полкишок сэкономили если он есть у меня сейчас есть денежка но она не предназначалась для данного путешествия приходится экономить здесь я тоже тусовался в свое время там под проспектом мира есть несколько переходов хороших и вот этот переход здесь я играл на гитаре зарабатывал бабло на существование вот это третье транспортное кольцо вот ребята в основном гости наши братья с азиатских стран узбекистан узбекистан таджикистан деливерик клаб работают не знаю что они там зарабатывают но это адский труд который ничем не оплачивается не знаю полторы тысячи в день они имеют вот но ты постоянно на улице ветер, холод, снег, дождь, жара а тебе надо идти везти продукты буржуям вот им даже лень в магазин сходить они заказывают вот так кто-то живет в Москве а кто-то выживает вот тут я играл палаточки палаточки закрываются после восьми там некоторые продавцы выступали то что надоедает поэтому с восьми до часу ночи здесь работал Рижский вокзал такой он небольшой один наверное из самых маленьких так про фуфукал я а не это не мой так все ой какая я моя прошу пояснения разъяснения эти все пока написали там часа четыре наверное я короче нахреначился в их машине меня развезло в тепле я там спать короче все пытался они меня будили будили там еле написали короче вот тоже церквушка я чисто отмыв денег тут реставрируют сколько я себя помню здесь в Москве столько она здесь и стоит тоже мы лазили в нее все равно никому не пригодится я не считаю что это кощунство там что-то железки там всякие цвет нет собрались сдали а где-то прошел я да блин уже не помню где совет мультфиль хотел вам показать где-то здесь он где-то здесь он с 1 вон там 17 а вон там наверно где скорая это следственный комитет вот здесь жили мы дошли от этого кольца до садового кольца то есть идем по радиальную там радиальную улицу москвы если хорошо знать москву меня вот от этой точки я вам говорю до любого вокзала в 25 вот до Курского где-то 25 в ходу до Ярославского до до Белорусского вообще здесь 10 минут ну и до Савеловского быстрым шагом я просто сейчас иду так прогулочным шагом вот еще нужно смотреть по зданиям по фундаменту очень часто летом краны торчат они и зимой просто на зиму отключают их а летом для полива тротуаров используют их дворники вот здесь я помню где-то во дворе была колонка надо надо быть внимательным запоминать интересоваться у людей не стесняться подходить можно не здороваться тебя все поймут подошел к парням там которые ну видишь в основном зачастую конечно они сидят бухают подобного подобные персонажи вот мы подошли к нему смотрите какой он огромный вот а за этим домом там стоит салатовый сейчас мы его в арку может быть увидим салатовый дом короче крутой там прям все в доме и больница и банк и там детсад школа походу прям все в доме ну там живут такие люди как этот голубой то блин как его зовут Юлиан потом еще один голубой Боря Монисей вон он дом в арке с окнами такой бежево бежево раньше был салатовый но сейчас дом какой-нибудь салатовый может быть перекрасили вот этот дом я помню тут драка произошла на нас напали тут скинхеды скинхеды или кто-нибудь там были короче я бегал на эту стройку за куском арматуры разогнали мы этих ребят у нас было трое их семеро вот вот он переход это мой был переход здесь люди ну вообще музыканты кто занимается заработком подобным они друг друга телефоны все знают и звонят друг другу там работаете или не работаете ну чтобы друг другу не мешать вот в этом переходе почему потому что здесь охранники были знакомы они местные вот и я ну как бы они так решили что это мой переход и люди спрашивали у меня разрешение чтобы поиграть блин надо успеть надо успеть вот такое там домина вот в этом доме живет Якубович ну не знаю живет не живет квартира у него там в этом доме живет Каневский Надя Ручка откуда он там из блестящих свистящих вот кто еще здесь жена не жена а сестра Збруева здесь живет Владимир Этуш здесь жил а кто еще этот Белобрысы как его зовут маршал Александр все вот в этом доме живут вот оно садовое кольцо вот оно садовое кольцо это все подожди в в в в в Продолжение следует... Георгий Победоносец А вот теперь смотрите Здесь появился недавно этот памятник Наконец-то он появился Я вообще думал Появится он или не появится Появился Вот он Вот он, Красавелла Наш Красавелла Вот, ну тут было все по-другому Сейчас садовое кольцо Сделали реально садовым кольцом То есть здесь Посадили, блин, солнышко Иду как раз на солнышко Посадили Какие-то деревья Фруктовые Хотят посадить деревья То есть сделали вот этих Все здесь по-другому было Вот этих пешеходных переходов Здесь не было Только по подземному переходу Можно было ходить Сейчас все ходят по улице И по переходу То есть смысл перехода Исчерпал сам себя То есть Вы там можете сказать А что же ты сейчас не станешь переходом? Да потому что людям Удобнее И интереснее пройти Поверху По парку Вот поэтому Посмотреть на памятник И так далее И тому подобное А вот здесь вот он сейчас Вкус Вилл Я выше там рассказывал Раньше была азбука вкуса То есть Мы тусовались вот из этого дома Вот Там вот дальше Вот я, наверное, сейчас Перейду со всеми Вот он дом Тут все изменилось Уже я давно здесь не был Ну, в плане Не посещал Днями и ночами Это место Проходить-то проходил часто По работе приходил Здесь был магазин Вот Наш любимый Где можно было в долг взять Продукты Алкоголь Вот домик Чехова Один из ах А, два даже Два охранника Которых в переходе Которых там Которые выступали Там за меня А у них Здесь квартиры Это домик Сиде Это табличка Таблички нет А там вот А, немножко изменилось Тоже изменилось Немножко по-другому было Ну, короче, вот там В углу Мы заходили за продуктами Черный вход Вот это кафе Вот это ресторан Сейчас он называется Бутчер Или Бутчер Раньше как-то он по-другому Не помню Назывался Его владелец Как бы тоже нас поддерживал Периодически Финансово И еду давал Вот так далее Вот То есть в Москву я знаю Немножко А, здесь женщины еще Ну, то есть местные Все равно Так или иначе Подтягиваются Один здесь, кстати Действительно Мы ему не верили Он приходил А, про женщину сейчас Сначала Женщина такая Все приходила Ну, ребята, чего А мы иногда находим Там, вот в этом магазине Брали сырые продукты Ну, то есть Они Мы ей Ну, соответственно Половине У нее ребенок маленький Ну, такой Подросткового возраста Пацан Вот Мы Говорили то, что там Отщипни себе кусок Сыну Вот И нам сварить Она вон варила еду Вот А бухать Да все бухают И она тоже Иногда с нами Усугубляла Бухать можно По-разному Кто-то пьет Каждую пятницу Я в говно Как это поет Из Камеди Клаб Каждый понедельник Я огурцам Все вот эти дворики Все тут Исхожено Излажено Такая вот она Москва Так Прошел я Не прошел Где это Хотел показать Короче Здесь церковь Как она называется Забыл Блин Переулок Церковь Забыл Можно короче Ходить Сводим Ну суть в том Что эта церковь Каждый день Независимо от погоды Независимо от дня Недели Вход со двора Там есть Там собираются Контингент Определенный Определенный О котором мы Ведем беседу Их там Каждый день В 15.00 Кормят Раньше Просто был Один суп Ну суп В церковь Понимаете Что Суп Не мясной Максимум На рыбе Забыл Конферасию Переход Установим Память У меня Это церковь А Вон туда Забыл я Блин Давайте С другой Стороны Зайдем Я Моя Женюсь Наверное Скоро А Успенский Успенский Переул Напомню О И Церковь Успения Пресвятой Богородицы Вот Она Вон там Крестик Видно Сейчас Мы туда Пройдем Сейчас Я Зайду Вот сюда Вот Я Здесь В одном Месте Подрабатывал Утром Стоял Курил Подошел К женщине Говорит Денег Странить А Вот В этой Двери Да Двери Короче Там Полиграфия Я Работал Там Курьером Вот Сейчас Тут Поразломали Все Разваленный Дом Разваленный Дом Тут Тоже Жили Пацаны Сейчас Хлам Понакидали Они Тоже Кидали А так Вон там Дырка Прямо Здесь Стена Закопченная Видно Здесь Дождями Смыло А вообще Стена Копченая Короче Там же И Буржунку Сложили Из кирпичей Сожрать Варили И так далее Вот С этой Компанией Тоже Двоих Посадили Один Главное Дело Угнал Этот Маленький Трактор Вот этот Который Чистит дворы Двольник Тоже С ног Побухивал Киргиз И Один Таракан Погонял Его Серега Таракан Угнал Этот Трактор Чтобы Съездить За водкой Это Вообще Шоу Было Ну И Посадили За углом Статья 166 УК РФ Учите Так На всяких Случах Вот Второй Жил Женщиной И Избил Женщину Короче Она Умерла 113 Вот Она Церковь Вот Такая Жизнь Бродяжническая Бомжовская Не найдешь Где тебя Убьют Или зарежут Свои же А Вот Кстати В этом Переходе Я там Играл Не один А играл С Татарином С Ренатом Мы с ним На Арбате Познакомились И Ох Кстати Сейчас Время То Наверное Около Татарином 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 У меня Копейка Копейка Была Купил Похмелиться Мыло Станки Поехали Лето Было Поехали На Озеро Короче Подмосковье С Савеловского Вокзала Электричка Ходит Долгопрудный И дальше Канал Москва Постирались Помылись Вот Лавочки Сюда Выносят Котелки С продуктами Вот Столики Видите Сколько Много Столок За Каждый Мест Посчитать По Четыре Человека Сколько Раз Два Три Пять Семь Столок Семь Четыре Двадцать Восемь Ну Так И Есть Не Меньше Тридцати Человек Сюда Приходит Чтобы Покушать Каждую Каждый День Пятнадцать Ноль Ноль Вот И Этот Ренат Короче Наиграли Мы С ним Денег Нормально Наиграли Тысяч Наверное У нас По Семнадцать По Двадцать Было Не Считая Того Что Пропили Проели Прокурили Ну То Есть Мы Играли Все В кофр Складывали В чехол И Когда уже Уставали Когда уже Пора Идти Спать Мы делили пополам и каждый тратил деньги на свое рассмотрение в течение дня мы их тратили вместе решали берем пузырь берем или порты три топора это вот есть это и короче а он к сожалению еще и ходил играл этот татарин короче он пошел когда еще были игровые автоматы более капель и каплю и выиграл там более 100 тысяч рублей и собирался домой прибежала радостно мне рассказывать мне там дал еще как я думаю у меня есть я думаю ну ладно пусть дает все равно халява прибыла и короче так сейчас секундочку вот кто узнает то здание по прямой пишите комменты но я сейчас скажу что это за здание потому что мы ближе подойдем и короче он пришел ночевать там в своем мы не вместе ночевать свое место куда-то с какими-то там еще ребятами и короче светанул там деньги его убили за эти деньги вот он сад эрмитаж я тут тоже пенсионном фонде кстати тут пенсионный фонд если там ольга я так иногда вижу но не подаю виды что это я не познакомились она схемок и ходили обнимались в этом парке в обед выходила в обед я встречал а это здание я думаю она очень узнаваемая жуткая жуткое здание петровка 38 знаменитое вот прошли мы буквально еще километр сейчас его закрыли а раньше был вот за углом вот этого желтого забора направо там был еще один бесплатный туалет вот где памятник пушкину стоит это другую сторону ну буквально там 8-10 минут там еще один туалет ну это в плане того где можно привести себя в порядок куча просто куча сейчас сделали раньше на вокзалах был платный или там по билету сейчас на всех вокзалах все туалеты бесплатно вообще никаких проблем нет лучше конечно не доводить себя до такого состояния ну если уж случилось бывает там избили упал и завозился в грязи вот и так далее вот здесь раньше сейчас даже даже и дверей не осталось там где то вот в районе вот этих лавочек были две двери и там туалет вот она петровочка 38 телефон мой телефон не видно ни хрена ну и так видно вот там где то железный феликс стоит а и значит про мужика я рассказывал приходил к нам мужичок ну такой крепыш в шестьдесят там с небольшим ему Сергей Александрович Сергей Александрович фамилию даже ну уже забыл фамилию а отчество его отчество помню вот ну и тоже начал там с пьяна да я герой российской федерации тыры пыры гру генерал лейтенант да ладно мы ну да 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 трещи трещи главное он пенсию получает приходит а потом однажды подходит к нам мужик такой солидный мы даже не узнали его солидный в таком дорогом костюме орден ну звезда висит я да ну нафиг Сергей Александрович ты я пошли я пенсию получил ай эти ноги вот значит пенсию пошли купили выпить портрешочка вот эти хот-доги стардогс он любитель прям понаберет их там штук двадцать всем пораздаст всех накормит и он достает ну этот лепель откидывает как он называется по-русски пиджак там кабура остается остается ствол именной на нем написано сергей командирский орден на орден достает значит не ордена орден потому что звезда это что и это и вот достают то что ну где-то в африке а африке герои я не знаю за что ему дали россии однажды у меня приколол я живу ветеринарный врач по образованию он говорит вот и говорит у нас ветврач а вот там как это петров петровский бульвар это вот петровка там ламаре ресторан петров петров 38 а петровка 28 а это петровка 28 я там однажды заказ брал по перетяжке мебели вот и вот он с этой кошечкой значит кошечку полечить кошечка лапами короче царапает соски себе вот самка ну я думаю ну не беременна она у тебя нет вот я говорю ну тогда не знаю и как раз вот такое же время было весна авитаминоз я сказал ему такие лекарства купить он купил приди у калии я вот ходил к нему домой я в шоке был я захожу и на меня идет пантера реально черная здоровая пантера вот это у него была кошечка вот а сейчас я вам покажу вот этого вот мужчину мы пришли в этот сквер я думаю тоже всеми узнаваем не увидим вот вот спрячемся вот он пел и так по рассказу значит то вот за петровка 38 следующий поворот на право малый каретный переулок и вот он песню пел где мои 17 лет на большом каретном и там в каком-то куплете есть что вот он дед мороз блин живой ёшкин кот дед мороз этого мужика я знаю вот переименованный он теперь раньше был большой каретный переулок сейчас лихов вот это скверт чехова по моему называется блин надо было немножко не догадался я надо от арбата начинать солнышко все время в глаза был вот это сейчас мы были вот где стоит памятник калашниковым это было садовое кольцо вот это уже бульварное кольцо кому звонит неизвестно здесь ну когда тепло собираются шахматисты можно даже на деньги поиграть я играл несколько раз проигрывал и выиграл так что смотрите комментируйте задавайте вопросы вот здесь эту сил я здесь ходил с гордо поднятой головой всегда с гитарой ребят тут тоже кучу знал но места постепенно утрачивают так присяду немножко постепенно утрачивают свое значение потому что объясню почему раньше продавался алкоголь круглосуточно это во первых была куча палаток вот этот памятник какому-то композитору не помню вот куча палаток на этом тоже зарабатываю деньги по ночам потому что местные тут очень много клубов ночных дискотек всяких всевозможных ресторанов баров вообще центр все мы сидим километр до кремля осталось вот там за тема стали гостиница россия кстати которая горела это много народу погибло и восстановили за этим зданием стоит знак девятьсот метров до кремля до туда наверно 300 все в голове помпо перемешалась просто истории я говорю можно снимать часами может быть кто-то подскажет как это как это воспроизвести какой контент как как этот контент сделать чтобы какими-то эпизодами может быть каждое место потому что мы в каждом месте происходило столько всевозможных событий что просто не уложится все пойдем будем заканчивать дойдем до памятника пушкину ну тут опять же вот памятник пушкина вот он кинотеатр россия гостиница россия пушкин справа по диагонали от пушкина опять же самый большой в европе по моему он даже но в россии точно ну по моему что-то я слышал он самый первый во первых в россии и самый большой в россии не буду говорить точно что в европе самый большой макдональдс и самый первый вот а справа а слева по диагонали от пушкина находится магазин армения ресторан пушкин знаменитый вот этого мужика не помню кому это памятник сейчас мы вместе с вами узнаем там перекрыто поэтому пришлось вот мне нарушить общепринятые правила не показываю не по тротуару пройти по газону так это у нас твардовский о блин александр трифонович вот такие здесь места спали короче раньше таких кустиков здесь было больше и когда они распускаются то просто рай рай для бомжей в этих кустах ну были такие черти ну допустим не охота с собой рюкзак носить там что-то ты надыбал где-то вещи одежду вот не охота с собой таскать раз в эти кусты и тут же за тобой идут эти бесы которые шарят по кустам и достают бедолажи и вещи такое тоже бывало в этом скверу я не спал а вот прям где пушкин спал две шуточные истории такие расскажу все говорят это такой анекдот наверное люди из армении придумали не знаю точно кто придумал ну суть в том что пушкин стоит к россии к кинотеатру россия задом а к армении к магазину передом ну и такой вот анекдот там не уточняется что магазин кинотеатр просто говорят почему пушкин стоит к россии задом а к армении передом попробуй повернись еще одна шуточная история это уже про меня я однажды сплю повторюсь что здесь очень много клубов однажды сплю в таких же вот кустах как я показывал там прямо на пушкинской площади куда мы сейчас идем и там лавочки я слышу все уже кропят там пьяны я слышу двое разговаривают тыр тыр и у них там какой-то замес начался короче ругаются чуть-чуть он мне в голову не попал кидает литровую бутылку начатую литровую бутылку виски я такого ничего себе сначала шуганулся прямо возле головы упала бутылка он не то что в меня метился просто выкинули со злости и благополучно поднял они ушли поругались там ушли двухлитровая кока-кола тоже начата ну и нормально так ночь провел бандитам моим уже было не надо кинотеатр россия раньше здесь в двухтысячных когда были казино здесь было казино шангрела задолбалки психопатов люди и